Приветствую вас! Проблема ваша, конечно, не является такой однозначной, потому что ситуация слойная. Определенно, что ребенок через подобное поведение пытается как-то что-то доказать самому себе. То есть ребенок не чувствует свою значенность, не чувствует свою нужность и свою ценность, если только не мучает кошку. И можно было сказать, что жестокость у детей бывает, но, наверное, здесь не тот случай, потому что, видите, она говорит, что ненавидит кошку. Значит, у нее есть ненависть. И ненависть это всегда является следствием отношения уже именно к вам, то есть именно к родителям. И здесь нужно анализировать вашу ситуацию в семье, здесь нужно анализировать то, что происходит с вашей семьей, как вы относитесь друг к другу и так далее. Потому что очень серьезный на самом деле момент, и без подробного анализа определить, что дверь с дочерью, ну, не представляется возможным. По-моему, если у вас все в порядке, именно у вашей семьи все в порядке, никакого негатива нет, то вполне вероятно, что дочь вы просто избаловали и, по сути дела, не приучили ее к тому, чтобы она нанесла ответственность за свое поведение, за свои поступки, за свои дела и так далее, особенно если она у вас одна, особенно если она у вас единственная и вся любовь, какую вы только можете ей дать, вся любовь нацелена именно только на нее. И в этом случае нет ничего удивительного, что ребенок чувствует себя центром вселенной, единственным в семье, достойным любви. И может быть даже кошки, она ревнует, то есть вот такая вот тоже безумная немножечко мотивация может быть. И тогда нужно с ребенком разговаривать, но слова здесь, как вы уже, наверное, убедились сами, помогают мало, здесь нужно все-таки именно отношения. И отношения нужно здесь, довольно-таки, я бы сказал, серьезные. То есть, что это значит? Что значит серьезные отношения? Серьезные отношения имеется, имея в виду серьезные отношения, я говорю следующее. Что вам нужно показать своей дочери, что значит она несет ответственность за свои поступки. Она несет ответственность за свое поведение. И если она действует определенным образом, то она получает некоторый эффект, некоторую обратную связь от вас. Причем обратная связь в данном случае является совершенно не такой, какой она обычно ожидала. то есть вы стараетесь донести до нее именно этот факт, именно этот факт, тот факт, что она не может делать все, что хочет. И вид, конечно, нужно и детским психологам ее поднакомить. Безусловно, чтобы он как-то вот с ней поговорил, безусловно, что-то сделал. Вот. Ну и вам. Вам тоже нужно проанализировать то, что произошло. Потому что дочь сама по себе подобную модель поведения не приобрела бы. Что-то ее все-таки заставило. Что-то ее все-таки спровоцировало на данную модель поведения, на данное поведенческое направление. Что-то нужно разбираться. Проблема у дочери вашей довольно серьезная и я не считаю, что об этом можно как-то забыть. То есть я не считаю, что вам, ну, имеет вообще смысл относиться к ней как-то вот так, кстати, как само пройдет. К сожалению, само, скорее всего, не пройдет. И поэтому я думаю, что вот так вам и нужно будет действовать. То есть сперва вы анализируете свои собственные отношения в своей семье. Вот. Потом, а потом вы уже думаете, как это повлияло на вашу дочь. Нужно проанализировать, какие фильмы она смотрела, чем она увлекается, какие интересы. Вот. Скорее всего, где-то это посмотренная модель поведения. Вот. Вы, кстати, можете спросить, для чего она это делает. То есть поинтересоваться именно ее, ну, именно ее мотивами, именно ее смыслами. Вот, как можно сказать, она эти смыслы для себя видит. Тогда, может быть, вам будет куда более понятно, что заставляет ее так делать. С запретами здесь ситуацию не расширить, потому что запреты, как я понял, ничего не меняют. Дело здесь не в запретах, а в носиком другом понимании того, чего она добивается таким образом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok